Ну что, друзья, у нас новое обострение, и сейчас я хочу рассказать о том, что произошло, и что произошло, как это отразилось на рынке. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Что произошло вчера? Было объявлено о том, что вроде бы, так сказать, там ЛДНР, там Херсонская область и так далее в спешном порядке, значит, надо, хотят провести референдум, конечно же, все это организовано. И вот прямо вот спешном-спешном, то есть вчера было 20 сентября, 23 по 27 будет референдум. Это значит, что такая спешная подготовка, как бы они говорят, все у нас готово. Что готово? Бюллетени, избирательные комиссии, значит, там люди, списки избирателей. Что, это готово? Нет, конечно, это еще не готово, но бегом-бегом-бегом референдум. Референдум надо проводить, вообще говоря, ну, два месяца идет или полгода подготовка к такому роду референдуму, который предполагает изменение в Конституции, изменение государственных границ, а здесь за три дня мы проведем референдум, ну, как в Крыму. Ну, конечно же, все немножечко в обществе вздрючились. И к вечеру сказали, что ожидается выступление Путина. И все сели и ждут. Потом пошел слух такой, что, а кто вам сказал, что будет выступление? Не будет выступление. Потом кто-то говорит, да нет, все-таки будет выступление. Потому что, ну, там, корреспондентам разослали все-таки извещение, что будет что-то. Ждите там сетка там и так далее. И все сидят и ждут. Но мы знаем, что Путин у нас как бы с утра рано не встает, обычно, значит, он допоздна работает, поэтому ждут допоздна, до десяти. Но как бы Путин-то Путин, а люди-то спать ложатся в десять. Вот, и, соответственно, до десяти все ждали в напряжении, все обсуждали, обстановка накалялась. Что это, чем это грозило, ну, скажем, фондовому рынку и так далее. Ну, на фондовом рынке у нас как бы понятно, что это будет падение. Вот, но я на фондовом рынке сейчас не спекулирую. У меня как акции компании куплены, так я с ними ничего и не делаю. Потому что, ну, жду, что они все-таки вырастут когда-то. Потому что акции это все-таки не для спекуляций. А спекулировать надо на срочном рынке. И на срочном рынке сейчас я как раз спекулирую именно рубль-доллар, то есть си, сишкой. И, ну, смотрите, в такие поворотные моменты каким образом можно заработать? Ну, для меня достаточно очевидно, что когда общество вот так вот сдрючено, что будет делать общество? Общество будет избавляться от рублей, покупать доллары. И, значит, кто-то написал в телеграмме, говорит, в Ангую увеличится поток туристов в безвизовые страны. Турция, Белоруссия, значит, Грузия, где я сейчас нахожусь, кстати. Что там еще? Казахстан и так далее. Вот. Поэтому, еще и поэтому, ну, как бы курс доллара скопнет, то есть, как бы все должны скупать доллары. Ну, просто логично. Что у меня сейчас? Сейчас у меня, значит, ну, я торгую традиционно опционами. Сейчас я нахожусь в Грузии, и у меня нет возможности постоянно сидеть за компьютером, поэтому у меня стратегия долгосрочная, и она построена как раз на рост доллара. У меня куплено пару опционов кол аж с экспирацией 17 ноября, и еще больше опционов куплено с экспирацией 15 декабря. Вот. И построена такая стратегия, но она практически на рост. Короче говоря, на вчерашний день у меня было, для тех, кто понимает дельта, 5 с половиной. То есть, у меня, как бы, вот все заряжено на рост. Но, с другой стороны, с другой стороны, если отбросить эмоции, отбросить эмоции, то давайте рассуждать логически. Вот прямо сразу сейчас вот там наберут этих самых, скажем, будут хватать людей на улице и бросать, значит, необученных, значит, там это самое, с граблями, с вилами, значит, громить националистов. Ну, такого не будет, очевидно. Я думаю, так, сейчас что произойдет за ночь? А за ночь все должно как-то будут, я думаю, успокоиться, устаканиться. И сказали, ну все, значит, в 10 часов вечера объявляют, что выступление Путина переносится на 9-10 часов. Но тоже не факт. Я еще думаю, ну, может, он и передумает, понимаете? И поэтому, в общем сказать, могло быть движение и ровно в обратную сторону. То есть, ну, как бы ничего не произошло, пшик, как это очень часто бывает у нас, нагнетают, потом, значит, все кончается пшиком. Помните, когда собирался внеочередной Совет Федерации, там, или еще что-то, все думали, вот, сейчас тут объявят, там, что-то такое. А они там, ну, какую-то глупость там приняли, и все. Ну, то есть, пшиком все кончилось. Точно так же могло пшиком кончиться и сейчас. И то есть, и рубль должен был еще укрепиться, потому что, ну, скажем, рынок взвинтили, а потом, значит, он может успокоиться. Поэтому, поэтому движение могло быть как вверх, так и вниз. Но, друзья, что должно быть точно, так это движение. Вряд ли курс рубля к доллару или курс доллара к рублю должен был остаться на утро, ну, в том же состоянии, в котором был до этого. Вот это важно. То есть, скорее всего, куда-нибудь, да, дернется в какую-то сторону. Ну, скорее всего, вверх. Если вверх, у меня все нормально, пять с половиной дельта, все хорошо. То есть, пять с половиной фьючерсов куплено. Ну, там, относительно тех денег, которые у меня на этом счете, на срочном рынке, это, ну, там, что-то 70 или 80 тысяч рублей, то, как бы, ну, нормальная сумма. Вот, что я сделал. Я сделал следующее. Я поставил две заявки, пару. Всегда ставлю пару заявок. Ну, те, кто прошел курс биржи для чайников, они уже знают эту стратегию. Значит, там, когда резкое колебание, то, значит, надо ставить две пары условных заявок, тейк-профит и стоп-лимит, и, соответственно, там, в любом случае, если вверх или вниз дернется очень сильно, то в любом случае есть возможность заработать, вот, при резком движении. Ну, она так работает, вот. И здесь было, ну, очевидно, что будет резкое движение рынка. В своем чате, в Телеграме, опять же, для тех, кто закончил курс биржи для чайников, я написал прямо вот вечером, что говорю, вот, я поставил две такие заявки, прямо вот сейчас вы видите то, что, ну, мое сообщение в чате, которое было, значит, там, оно, либо это сработает, либо то, скорее всего, то, вот. И, ну, я объяснил, почему я это делаю. Ну, что случилось на утро? С открытием торгов все ровно так и случилось. Курс доллара резко взлетел. Резко взлетел. У меня, как я уже говорил, дельта пять с половиной, то есть с пяти с половиной тысяч долларов у меня идет, ну, как бы, прибыль, то есть они дорожают, все хорошо. Но при этом у меня стоит заявочка на продажу, тейк профит и стоп лимит. И она начинает действовать. То есть смотрите, как она действует. Курс поднимается, она не срабатывает. Она начнет срабатывать после того, как курс начнет падать резко. И причем курс начнет падать резко, ну, на какую-то величину упал, она срабатывает и фиксирует прибыль. И вот сейчас вы видите, что именно так и произошло. То есть смотрите, курс доллара резко взлетает, и потом все вдруг начинают думать, а что же произошло, собственно говоря. А, собственно говоря, ну, пока еще ничего страшного не произошло. Реакции Запада никакой нет особой. В общем сказать, ну, как бы, ну, перебдели. Вот. Я читаю эти самые телеграм-каналы. Не могу ручаться за достоверность. То есть то, что прочитал, то говорю. Говорят, что там все билеты разобраны, значит, в Минск, значит, там Стамбул, в Казахстан, в Тбилиси, значит, вот сюда, вот в Грузию. Все-все-все билеты надолго разобраны, вообще никаких, так сказать, билетов нет. Не знаю, верить этому или нет, потому что достоверность я не могу. Подтвердить этой информацией просто, ну, было написано. Вовсе не факт. Смотрите, ну, я помогаю людям перевезти деньги, там, ну, детям куда-то там, в Чехию, значит, там, за рубеж у меня. Ну, давно уже все спячка такая, все, кому надо, к началу учебного года всех детей, в общем, так сказать, обеспечили деньгами, и все такое спячка. Вот. Ну, никто, ничего не происходит. Я тут в Грузии отдыхаю или не отдыхаю, ну, в общем, вот, ремонтирую машину. Но, так, в общем, так сказать, спячка, тут ко мне, значит, там, один, так сказать, можно перевезти? Да можно, пожалуйста. Другой, можно перевезти? Да можно. А можно перевезти? А сколько, так сказать? Да сколько хотите, господи. Все, так сказать, ничего не закрылось, ребята, вы что? Вот. Ну, и, короче говоря, то есть, действительно, всплеск вот этой активности был. Но, курс доллара, как вы видите, взлетел, и тут же, в общем, сказать, он охолонился. Что произошло у меня? У меня сработала стоп-заявка, тейк-профит на продажу, то есть, в шорт, она пошла вниз, ну, и внизу зафиксировалась прибыль. То есть, как бы ничего не произошло, в принципе, как доллар был, он к тому же, так сказать, ну, в предыдущий день, он к тому же состоянию и вернулся. Ровно к тому же состоянию, как бы ничего, ровно еще там не произошло. Но прибыль зафиксировалась на этом скачке. Вот таким образом можно зарабатывать сейчас на срочном рынке. Когда это можно делать? Ну, я уже объяснил. Абсолютно точно можно было ожидать вот в такой момент скачка рынка. И сейчас у нас общество нестабильное, и таких моментов будет много. Поэтому, друзья мои, надо знать, как работать на срочном рынке, как ставить вот эти стоп-заявки, как вообще поведение вот этого рынка, инструмента доллара, там, нефти и так далее, как оно ведет себя в таких экстремальных ситуациях для того, чтобы получить максимальную прибыль из этой ситуации. И обо всем этом я как раз рассказываю на своем курсе «Биржа для чайников», который, ну, вот сейчас прямо актуален как никогда. На чем еще можно зарабатывать? Да только на срочном рынке, друзья мои. Вот там прямо четко, вот она вот ситуация, значит, скачок, срочный рынок. И комиссии на срочном рынке намного меньше. Поэтому, если вы хотите научиться в этой ситуации маневрировать как-то своими деньгами, то я вам очень-очень советую лучший в интернете курс для новичков «Биржа для чайников», на котором вы будете абсолютно точно знать, что делать, как делать, в какой ситуации. Я не даю конкретных, значит, там, выигрышных стратегий. Я не гарантирую, что вы, так сказать, там заработаете бешеные деньги. Но вы научитесь понимать, читать графики, и вы научитесь, ну, как-то реагировать. Потому что в одной ситуации работает одна стратегия, в другой ситуации работает другая стратегия. Курс «Биржа для чайников» помогает найти свою стратегию, которая подходит именно вам в соответствии с вашим характером. Ну, и продолжение курса «Биржа для чайников» – это курс по опционам. Он немножечко более продвинутый, но, конечно же, если вы хотите работать на срочном рынке, то вам нужен еще и курс по опционам. Потому что, ну, опционы – это совсем-совсем другой инструмент. Он тоже позволяет, ну, как бы для спекулянтов, да, но там потенциальная прибыль на порядок выше. И вы там тоже можете подобрать, ну, вот любую стратегию в соответствии с вашими представлениями. Как я уже сказал, у меня прямо вот, ну, декабрьские опционы сейчас с экспирацией в декабре. То есть, они долгоиграющие, я сейчас здесь нахожусь, но я понимаю, что вот, ну, скорее всего, в декабрю доллар вырастет. Ну, ну, вот как бы, ну, гадалки не ходить. Когда он вырастет там? В октябре, в ноябре, так сказать, ну, в декабрю вырастет, никуда он не денется. Почему он вырастет? Ну, а вот об этом я расскажу вам в следующий раз. А на сегодня, значит, перейдите, пожалуйста, ссылочка, вы видите ее вон там, значит, в уголочке demetkovjur.ru Курс биржа для чайников, выбирайте, и самое время как раз начинать изучать. Ну, а о том, почему я считаю, что доллар вырастет, почему я считаю, что уровень инфляции вырастет, я об этом расскажу в следующий раз. На сегодня все. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Деметков Юрий из Солнечной Грузии. Пока-пока-пока.